Доктор Вызывали Это старый анекдот, где пациент приходит к врачу и говорит Доктор, а когда я делаю вот так, у меня болит вот здесь А ему отвечают, а вы так не делайте И тут же, конечно, я вспомнила себя Но после нескольких пробежек в неделю у меня начинают болеть колен Ну, что ж, теперь не бегать, что ли? Или по-серьезному обратиться к врачу Только не к такому, который скажет, вы так не делайте А посоветует, расскажет об ошибках, которые я совершаю в беге Вообще, спорт – это не только о здоровье и о пользе для организма Но и о травмах, которые потом и лечить непросто О спорте, медицине и многом другом сегодня и поговорим У нас в студии Заместитель главного врача по спортивной медицине Детско-областной клинической больницы Травматолог-ортопед Детский хирург Мануальный хирург Врач ЛФК и спортивной медицины Евгений Сергеевич Васильев Здравствуйте Здравствуйте Евгений Сергеевич, я перечитила, по-моему, все ваши направления деятельности Почти Или не все? Не все А чем еще вы занимаетесь? По основной специальности еще и есть сертификаты по организации здравоохранения И по трансфузиологии Поэтому, в принципе, все документы, которые обозначены Они все используются на сегодняшний день в детско-областной клинической больнице У вас очень много направлений деятельности, как я понимаю? Они смежные Смежные? Каждая, по сути, является взаимозамещающей Поэтому все они необходимы в повседневной работе Но, тем не менее, как вам удается вот работать в таком режиме Реализовывать себя во всех этих направлениях? Как я понимаю, у вас часть дня идет прием в отделении спортивной медицины, да? А другую часть дня вы занимаетесь приемом маленьких пациентов, так? Да Вот как проходит ваш обычный день? Расскажите нам, пожалуйста Вы знаете, как и почти у всех врачей Он может начаться в любой момент Это называется вызов пациентарной авиации Или же, например, это окончаемое дежурство Если же он начинается, как у всех, с 9 часов утра То он плавно переходит в дежурство Дежурство заканчивается в 9 утра следующего дня Когда снова начинается обычный рабочий день И не факт, что он закончится в 16-17 часов Он может закончиться очень-очень поздно Или же, например, ты только отличишься от тебя Произойдет вызов пациентарной авиации К сожалению, на сегодняшний день у нас многие врачи Которые обладают хирургическими специальностями Или же их навыки требуются При оказании экстренной медицинской помощи Работают именно в таком режиме Поэтому в данном случае Мой рабочий график не отличается От большинства моих коллег Которые именно работают в таком режиме Я думаю, что в этом и есть наше призвание А вам комфортно в таком графике? Или, может быть, было какое-то желание Оставить это все? Да, было, да Вы знаете, дело все в том, что Когда мы начинаем увлекаться такой профессией Можно сказать, даже не совсем увлекаться Мы остановимся на путь такой профессии Как правило, нас готовят еще с лицейских времен То есть я заканчивал лицей развития Наш медицинский класс Выпуск был в 2002 году И тогда все наши ребята Они поступили У нас было 18 человек 16 поступили в медицинские вузы по всей России Двое поступило в наш педагогический институт На химбио То есть, в принципе, стопроцентное поступление в вузы И потом уже ребята разбрелись Можно сказать так По окончании институтов по нашей стране И вы знаете На первых порах Я еще в студенческие времена Я не понимал, как врачи вообще так работают Студенческие годы этого не понять После выпуска это крайне тяжело Очень сильно от этого встаешь Очень быстро встаешь К этому нужно время, чтобы привыкнуть Сейчас это даже не самый критический режим То есть, в принципе, можно работать 24 на 7 Даже не требуется отдых Неужели вы не устаете? Нет, ничего человеческого не чуждо Просто мы умеем отдыхать Можно так сказать Нужно уметь отвлечься Каким образом отдыхают врачи? Вот вы конкретно На что переключаетесь? Вы знаете, я беру отпуск Сажусь на мотоцикл И уже очень-очень-очень далеко Этим хобби вы известны в городе На самом деле я читала немного вас Расскажите, почему мотоциклы тогда? Почему так кардинально? Медицина и мотоциклы вдруг? Это любовь к путешествиям Не столько к мотоциклам, сколько любовь к путешествиям Мотоцикл – это способность передвигаться только очень быстро Не пешком, а очень быстро Поэтому ты ощущаешь Это увеличие нашей необъятной родины Сидя в кресле В любой момент можно остановиться В любой момент можно поехать В любую точку Я никогда не знал, куда я направлюсь Никаких маршрутов заранее не составлялось У нас просто направление и всё А там через пару недель вернёшься Где были? Ну, у меня была мечта добраться на мотоцикле до всех океанов От Пскова Первым был Северный Ледовитый Потом Атлантический В прошлом году Тихий Остался один индийский Если бы не пандемия и напряжённая политическая обстановка На пути к индийскому Он бы в этом году осуществился Вы с кем-то ездите или один? Не-не-не, один Один Много людей вас окружает каждый день И вот так отрешиться от всего и отправиться Вы знаете, я точно не могу сказать, кто из великих людей Но кто-то сказал такую фразу Ждать человек, который отправился в путешествие Никогда не возвращается прежним Но нас ещё в медицинской академии Учили такой особенности Центральной нервной системе Нужно всегда себе давать 15 минут покоя За этот промежуток времени Головный мозг успевает перестроить Настолько полученную заднюю информацию Просто разложить её по полкам И в результате у вас в голове на рабочем столе Как говорится, не хаос, а полный порядок Накопившийся за год хаос укладывается по полочкам Но в период вот таких вот одиночных трипов Можно так назвать В этом году удалось разложить по полочкам Или ещё отпуск нет? К сожалению, нет Вот заканчивается, Сергей Сергеевич И обстановка у нас сейчас эпидемическая напряжённая Поэтому, к сожалению, буду ждать Следующего хаоса будет больше Поэтому будем уже думать над таким серьёзным шагом Хорошо, давайте вернёмся тогда к выбору профессии Вы говорили, что учились в лицее развития Вы добровольно туда отправились? Или это всё-таки было такое желание родителей Чтобы в семье был медик? Это называется принудительно Да, именно так Конечно, как и большинство детей и подростков Ничего мне человеческое было не чуждо И поэтому, да, конечно, родители играли огромную роль В данном случае на путстве В общем, когда надо в тык могли дать Для того, чтобы я вставал действительно на путь истинный И я помню эти вечерние беседы за родителей со мной Там Женя и пальцем по столу Ну и так далее и тому подобное Конечно, конечно Был ещё один такой стимул Отец тогда купил машину И мне сказал, сынок, ты мне диплом, а я тебе ключи Это был такой стимул Мотивация На тот момент она, конечно, была уже старенькая Но, тем не менее, это было любимое авто И, конечно, он сдержал своё слово И это была такая мотивация Интересная Но, вы знаете, понимание о том, куда я иду Пришло на шестом курсе Не в школе Не в школе, да А понимание именно Вот тогда возник такой лёгкий страх К тому, что скоро я буду нести огромную ответственность А я к ней не готов И вот именно на шестом курсе Медицинской академии Можно сказать так Началась такая космическая зубрёжка Упорядочения того, что я получил На протяжении вот этого промежутка времени И понимание всей сложности ситуации И можно сказать так На период уже интернатуры Тогда это была интернатура У нас уже на базе здесь В Пскове детской областной клинической больницы Я уже понимал, что я доктор Те уже сложности, которые казались бы студенческими Они уже отошли на нет Начались сложности рабочие Поэтому у нас и существует такая поговорка Да, самая плохая учёба Лучше самой хорошей работы Но сейчас родители, надеюсь, гордятся Я думаю, что путь был выбран правильно Несколько лет назад вышел фильм о ритме Смотрели вы его или нет, я не знаю Ну, во нём рассказывается о буднях врачей Так беспрекрасно рассказывается Там затрагиваются темы и усталость Сложность работы, эмоциональное выгорание Депрессия даже Ну, вы знаете, раз на то пошло Да простит меня режиссёр Как доктор, я не знаю ни одного врача Среди всех своих коллег Который бы хоть на немного соответствовал тому Что было показано в фильме о ритме Серьёзно? Да А всем кажется, что это очень честное кино? Или всё настолько приведено в гротеск Какое-то привлечено? У нас многие те кинокритики К мнению которых я, например, прислушиваюсь Они говорят, что если вы будете показывать Те вещи, которые некрасивые, неприятные Ну, то они и будут думать, что так оно и есть Ну, на самом деле, здесь произошло именно это Многие вещи не соответствуют истинному лицу Например, какие? Быт, хотя бы это Профессия интеллигентная И это в хорошем понимании этого слова Люди, которые выбирают её Это уже люди, которые стремятся к образованности Да, как об этом говорил ещё Михаил Жванецкий Они не могут так себя вести? Нет Поэтому такие вещи для меня были крайне неприемлемы Я досмотрел фильм, конечно, до конца Но с внутренним отвращением В нём затронута доля спасения Доля разума у тех лиц, которые участвовали у героев этого фильма Конечно, вот именно это Но оно очень завуалировано было Может быть, для человека, не связанного с этой профессией Конечно, он именно вот это увидел А мы видели другое, потому что для нас Те, казалось бы, чудеса, которые там происходят Они являются обычными А вот те условия, в которых они проживают Те условия, в которых они создают семьи Как они живут Вот эти вещи я увидел, конечно, впервые И очень сильно поразился Ну, если отбросить вот то, как они живут И взять, например, отношения пациентов Людей, которые ценят или не ценят профессию врача Я думаю, что это относится и не только к нашей профессии И к любой другой, точно так же относится к органам правопорядка Ну, например, да, когда начинаю при мне ругать сотрудников Полиции, ИВДД Бог мил, у меня именно столкнутся с отрицательными персонажами То есть только положительные отзывы Я знаю очень много и пациентов, очень много и друзей Которые работают в этих структурах Ни одного не знаю, который вел бы себя так, как их ругают А кто-то вот именно сталкивается с такими вещами Эти же люди сталкиваются и со здравоохранением в глубине души Я верю, какой ты по жизни, так ты и столкнёшься А я вот думаю, знаете что? Вот когда приходишь в регистратуру, ну чего греха таить, да? И там сидят женщины, уставшие На которых давит огромное количество пациентов И людей, которые вот Тоже какую-то смешную историю Что мы же пришли к восьми, почему вы в восемь не работаете? Так мы с девяти А мы к восьми пришли, час уже стоим И, соответственно, обстановка накаляется Женщины, которые сидят вот по ту сторону этого окошка Естественно, они в стрессе, в какой-то озлобленности даже Если честно сказать, да? И они принимают пациентов так Уже вот на грани силы терпения И пациенты становятся более агрессивные И вот это всё рождает одно другое, к сожалению Пациенты приходят с болью А если и доктор в хорошем настроении То, наверное, и пациент А вот тут, вы знаете, очень многое зависит и от пациента Наверное, я сейчас от имени многих врачей скажу Не хватает любви со стороны пациентов Ну, представьте, заходишь ты в помещение Где уже тебя ожидает пациент Ой, здравствуйте, доктор Помогите нам, пожалуйста У нас такая проблема Вы уж простите, что мы вас побеспокоили Ты глубоко проникнешься этой проблемой То есть её действительно нужно решить Или же другая ситуация Я вам рассказываю именно те случаи, которые происходили со мной Заходишь, здравствуйте Пациент сразу же говорит Мы вас тут уже за 10 минут ждём Вы знаете, я был на операции И что? То есть внутреннее сразу же отрицание Это ничто человеческое нам не чуждо Мы не святые люди Нам ничто человеческое не чуждо И поэтому внутреннее вот это отрицание Его побороть крайне сложно Поэтому священники говорят Смирение, смирение, набирайте смирение Вот мы набираемся смирения Но внутри себя это очень сложно побороть В то время, когда тебе ещё ждёт 20 человек То, конечно, это крайне сложно Знаете, я вот расскажу вам интересный инцидент Который произошёл у меня супруга, тоже доктор Ещё в давние времена, когда она была помоложе Бегала очень быстро по участку Вот она участковый педиатр Очередной уже там 25-й какой-то зимой вызов Дом частный, дорога была плохая Всё заметено снегом И вот она на машине едет с водителем Машина встаёт до дома ещё где-то метров 800 Около километра было И машина завязывала в снегу Она толкает эту машину Машина не выталкивается Оставляет водителя через эти сугробы Сама там с чемоданчиком Идёт по этому вызову, потому что поступил и так далее Подходит дом частный Стоит молодой человек, 17 лет В футболке зимой, курит Подскажите, пожалуйста Вот был вызов и так далее Вызывали к ребёнку Такой-то, такой-то, знаете Знаю, это я вызывал Что произошло? У меня недомогание То есть всё, что у неё было, это отчаяние Она села там на пенёвчик и заплакала То есть просто вот это был 20 какой-то вызов Вот таких историй может рассказать каждый участковый И педиатр, терапевт, врач скорой помощи Все, кто выезжает на дом Нас тоже во многом могут обвинить пациенты И в отношении к ним И во многих таких вещах Но как здесь сохранять внутреннее равновесие Ехать к следующему Когда ты столько сил потратил На то, чтобы добраться И вот такие вещи А историй таких полно Большинство людей благодарны Именно поэтому большинство врачей И не уходят из профессии И продолжают Потому что, как говорит Наверное, если бы был 1% праведников И 99% неправедников Мир был бы уничтожен Да, у нас же наоборот А что вам сил даёт вообще в профессии? Вот это всё преодолеть? Смирение вот этого набраться? Сейчас вот у меня, например, Юля, студентка летом приходит на практику Студентка медицинской академии Вот в операционной уже работает И это была когда моя первая зашитая рана Она в это не поверила Но когда я сказал о том, что У тебя там вот такая справочка И на справочке написано то-то И печать такая-то Потому что у меня ещё даже не было Своей печати тогда Печать стоит другого доктора Но мы только успели заказать её То есть ты приходишь первый день Заказываешь её Через 2 недели делать Это была первая зашитая рана Вот сейчас студентка Медицинской академии Очень много моих пациентов Стали студентами медицинских академий Гордитесь им? Да Вот именно такая гордость Именно в хорошем смысле Гордость за этих ребят За то, что они выбрали именно этот путь За то, что в каком-то мере Они, глядя на человека Выбрали такой путь И, наверное, ещё То, что эти люди выздоровели Не только они, конечно Но когда пациент приходит и говорит Вы знаете Мне так помогло Хотя тоже существует такой анекдот Меня лечат, лечат, лечат Вылечить не могут Лечат, лечат, лечат И я выздоровел Не меня вылечили А я выздоровел Вот это Вот это самая лучшая фраза Это лучшая благодарность Которая только может быть И внутри себя Вот, например Приходится работать же Не только в операционной С капелем, да Приходится работать и руками С пациентом Доводить дело до конца Вот когда ты сделаешь Операцию Которая очень сложная Утром просыпается Ребёнок И ему больно Да, он плачет И так далее Он голову отворачивает А ты знаешь о том Что ты такую проблему Исправил Что ого-го И тем не менее Внутреннего такого удовлетворения Не поступает Когда человек приходит И говорит Мне ничего не болит До этого болела А ничего не болит И поэтому Однажды пациентка Она сказала Сокрементальную фразу Знаете, доктор Счастье-то Когда у тебя ничего не болит У каждого, конечно, своё Но у меня было именно такое Иногда я ухожу от педиатра И говорю Спасибо вам большое Что помогли нам Можно мы ещё вас Пореже будем видеть как-нибудь Вот И мы смеёмся с доктором И прощаемся На хорошей ноте, конечно Хотела ещё спросить Вот Два врача в семье Насколько это тяжело Для семьи Для быта Вы понимаете С супругой друг друга Или это приносит трудности В плане профессии Нет Приносит трудности Вот в плане профессии То есть у нас Бывают действительно Дискуссионные вопросы По некоторым моментам Консилиумы семейные Да Причём Те доктора, которые присутствуют Просто у пациента Они же не бывают На наших конгрессах Консилиумах Там же Бывает очень жарко Медицина это штука Это же не математика Наука К сожалению Не точная И очень много Дискуссионных Моментов У нас приблизительно То же самое В семье На кухне, да? Да, да, да Конечно На кухне Тем не менее Мы всегда придём К общему пониманию Вопроса И Как говорится До развода Дело не доходит Слава Богу Дай Бог Вашей семье Мир и спокойствие Спасибо Почему выбрали Такое направление Спортивная медицина Хирургия ЛФК Дети В исконном понимании Слово Спортивная медицина Это Медицина Направлена На выявление Проблем У спортсменов Дело всё в том Что Спорт высоких достижений Очень Сильно Отличается От Понимания Слова Здоровье И Это как Вот обычный Автомобиль Или гоночный Автомобиль Вот Каким из них Надо ухаживать чаще Вот Конечно За гоночным Автомобилем И У него больше нагрузок И больше нагрузок И соответственно Расход идёт Больше Вот здесь То же самое За спортсменом нужно вовремя ухаживать Или вовремя на списание Вот этим Именно этим занимается Спортивная медицина Вот здесь сейчас Прозвучало Ноткоцинизм немножко Евгений Сергеевич Да К сожалению Но всё дело в том Что Система Нашего учреждения Отделения спортивной медицины Поставлена именно таким образом Что все врачи В принципе гражданские Для нас было всегда без разницы Спортсмен перед нами Или Обычный пациент То есть мы лечили его На то Чтобы проблему полностью решить Сейчас Приходится Именно Использовать все технологии Очень серьёзные технологии Для того Чтобы вернуть его Именно на высшие достижения Вовремя Сделать так Чтобы он занял пьедестал Получил свою мечту Мастера спорта Мастера спорта Международного класса И дальше уже сохранять Его здоровье Насколько это возможно То есть если Например Мы в обычном образе Можем Как говорится И в санаторий отправить На несколько недель То здесь Когда тебе говорят У меня чемпионат мира Через 4 дня Почините меня пожалуйста Быстренько Да Вот это конечно Очень серьёзно А часто бывает такое? Нет К счастью Не часто Иначе бы у меня уже Волосы дымом стали Но Когда такие вещи бывают Слава богу Мы успешно с такими Моментами справляемся Что в этом помогает? Оборудование? Навыки? Навыки И оборудование Навыки Они сложно используются Это же неоткрываемая часть Это опыт Да Мы используем все наши ресурсы Для того чтобы максимально быстро Раздоровить человека Вот как только мы это сделали Мы знаем о том Что сейчас Сделает спринт Или сделает То что ему необходимо И молниеносно Войдёт В режим спортивный Быстрый Из него выйдет Этого хватит Буквально только Как говорится На последний рывок После этого он возвращается И мы уже в спокойном Темпе С ним занимаемся Здравливаем Пока у него идёт перерыв Между сборами И прочее Как мне кажется Сейчас люди Многие спортом увлечены Не берём Профессиональных спортсменов Но спортивные травмы Бывают и у людей Которые В любительском направлении Только занимаются Много людей Совершают ошибки Вот занимаясь Например в зале Вы видите такие вещи Или например В автобусе едет человек Вот у него Ну явно Сядь ровно Осанка Хочется сказать А вы знаете А сядь ровно У него не получится Потому что Он быстро Очень устанет А устанет он По той простой причине Что сейчас Например Мускулатура у него Начинает перестраиваться И статическо-динамическо А связано это Обычно С детских времён Вот как и сейчас Я сижу Облокотившись логоточками На стол Это значит Что моя спина отдыхает А она отдыхать не должна Она должна работать Как маленький ребёнок В своё время Наши американские коллеги В одной из монографий Написали о том Что учиться Механизмам движения Нужно у детей Младшего возраста До трёхлетнего Вот Они показывают так Как вели природа Как ребёнок смотрит мультик С идеальной осанкой Как поднимает предмет Из пола Не наклоняясь Присаживается Поднимает Сидит играет На курточках За него это говорит природа А дальше начинаются Механизмы перестройки Мы делаем уже так Как нам удобно А вот это удобно И приводит к тем печальным последствиям Которые на сегодняшний день Мы расплачиваемся Вот для таких вещей Существует определённого рода механизм Который позволяет обижать И отделение спортивной медицины Куда, к сожалению, обращаются люди Да Я читала в СМИ Наши коллеги писали Что отделение спортивной медицины Это совершенно какой-то космос Что оснащение превосходное Кадры чудесные Это действительно так? Аж мурашки по коже побежали Это правда? Перехвалили Вы знаете Лучшие кадры региона Работают здесь Очень много Об этом говорили Можно сказать так Огромное спасибо Вот те пациенты Которые к нам приходят Они должны выразить Огромное спасибо Администрации Которая сделала вот этот шаг На создание такого учреждения Те кадры Которые работают Это в большей степени Соместители Эти люди Заведующие Ими отделения Это люди Которые В принципе Вкладывали свое образование Очень-очень-очень серьезно Вот Со многими из них Я стоял за персоной Стало много лет Вот Где-то на стажировках Кое-кто Из врачей Кто нас Сомещает Когда-то преподавал У меня в институте Даже такое Было И Вы знаете Те Доктора Ведь они Профосмотр Это на самом деле С медицинской точки зрения Ну Это низкоквалифицированная вещь И если доктор Просто будет заниматься Профосмотрами Он быстро деградирует Хочется этого или нет Какое бы ни было образование Именно поэтому Наши поликлинические коллеги Да Пытаются делать Какие-то мелкие Оперативные вмешательства Или что-то пытаться Исправлять В том числе руками Для того чтобы Поддерживать свои навыки На нужном уровне И к счастью У них это удается В моем случае При создании учреждения Такой штат сотрудников Был необходим Для того чтобы Мы ставили точку То есть надо Сделали операцию Надо Отправили на центральную базу То есть если там Действительно что-то Сверхъестественное А таких вещей у нас Достаточно много За почти два года Работы учреждения Достаточно много Спортсменов Мы являли Именно такие вещи И это было Большим удивлением Как для родителей Так и для Тренерского штаба Которые понятия не имели Ведь еще раз подчеркну Да спорт высшие достижения Это расход То есть люди меняют Своё здоровье На достижения Если это Будущая профессия То это уже Такая ценовая планка А если это Развлечение То К этому стоит Призадуматься Вот сейчас Ощущается ли Какая-то поддержка Властей Во-первых Во-первых Оно на пике То есть для Нашего региона И то Поддержка на пике В оборудование В оборудовании В тех людях Которые Если доктор Бывает Там задержится На 15-20 Это даже 30 минут И каждому в толпе Объяснить о том Что он задержался Потому что Сложный был случай В операционной Но это же Не объяснишь Понимаете То есть Никто не задерживается Потому что Он там Чай сидел Пил Отлынил От работы Такого не бывает И на протяжении Всей моей карьеры Такого не было Ни разу Чтобы ты не пришел К пациенту Только по этой причине Понимаете И среди моих коллег Такого я тоже Не встречал Ни разу И бок о бок Работаю с этими людьми Очень много времени Они тоже Жалуются Именно по этой причине Вот мы тут уже Ты тогда Распределяйте время свое А бывает Зайдет пациент Над которым Нужно думать Понимаете То есть Не получится Да быстро Все скажешь Минута Нужна иногда На пациент На постановку Диагноза Значение А бывает Когда и 30 Мало Бывает Стоишь в операционной Сложный случай Требуется какая-нибудь Пластическая операция И ребенок уже в наркозе А ты думаешь о том Что Что делать Да И те вещи Которые ты только что Сидел перед операцией Готовился Рисовал на бумаге Они не подходят Тебе нужно перестраивать Систему по-другому Уже непосредственно Вот такое бывает Не сидя просто на приеме Часто ли вы сталкиваетесь Со страшными случаями Когда вам действительно страшно Нет такого не бывает Нет Ну спросите У военнослужащего спецназа ГРУ Да Страшно ему Он на работе Он на работе Да Для него это профессия Его этому учили И Он да Он идет отдавать свою жизнь За нашу свою безопасность Вот Чтобы мы чувствовали себя свободно Это его долг Так и у нас Наша задача Сделать так Чтобы наш пациент Выздоровел И больше никогда не было У него никаких проблем И как можно меньше С вами встречаться Да Только по хорошему поводу Только так Спасибо вам большое за разговор Спасибо и вам Мне тоже было очень приятно Я напомню Сегодня у нас в студии был Заметитель главного врача По спортивной медицине Детско-областной клинической больницы Евгений Сергеевич Васильев Спасибо Всего доброго Дорогие радиослушатели Здоровья всем До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому